Мы недооценили последствия того, что произошло в Тюрингии. Вы не контролируете ситуацию, как вы это допустили? Большинство может ошибаться. Это партия, которая впитывает фашистские корни. Что будете делать? Голосовать, пока не получите желаемый результат? Германия недавно столкнулась с кризисом в руководстве и с призраками своего нацистского прошлого. А наград Крам Каренбауэр, которую Меркель лично выбрала своей преемницей, решила уйти после того, как члены ее партии ХДС проигнорировали решение и пошли на сделку с правными популистами из ЭДГ в федеральной земле Тюрингия. Мой гость сегодня депутат от Христианско-демократического союза Родерих Кизоветер, член Комитета по международным делам Бундестага. Сможет ли его партия найти свой путь в то время, когда Европа и мир рассчитывают на лидерство Германии? Родерих Кизоветер, добро пожаловать. Как могли выборы в Тюрингии в одной из самых маленьких федеральных земель Германии сломить преемницу Ангелы Меркель Аннегрет Крам Каренбауэр? Вы настолько слабы, как партия? Я не думаю. Но мы недооценили последствия того, что произошло в Тюрингии. И мы должны признать, что ХДС проиграл выборы в этой земле несколько месяцев назад, и нам следует сделать серьезные выводы. Это была первая ошибка в тюрингском отделении партии. Вторая ошибка состоит в том, что мы недооценили роль парламента в Тюрингии. И в-третьих, мы недооценили господина Рамилова из левой партии партию АДГ, альтернативы для Германии. Поэтому я считаю, что в ближайшие несколько недель нам стоит вести себя сдержанно и осторожно. Давайте поговорим подробнее про альтернативу для Германии. Ангела Меркель, канцлер ФРГ, призвала к перевыборам в Тюрингии, а АДГ только наживается на этом хаосе. Они говорят следующее. Они говорят, что новые выборы не являются демократичными, и что ХДС игнорирует четверть электората. Как вы, правящая партия, допустили, что вами манипулирует крайне правая партия АДГ? В Тюрингии правила левая коалиция, а не ХДС. ХДС был там в оппозиции. Так что мы и не правящая партия в Тюрингии. Да, мы были таковой 25 лет, но в этой федеральной земле АДГ продемонстрировала, что голосуют безответственно. Они голосуют, чтобы пошатнуть единство демократических партий Центра. И мы вынуждены признать, что среди населения Германии мы имеем сильное протестное настроение, и мы должны относиться к ним серьезно. А АДГ пользуется этими оппозиционными настроениями или нестабильностью настроений в народе. Многие, кто чувствуют себя покинутыми, забытыми, попытались прибегнуть к АДГ как протестные партии, и политики АДГ воспользовались этим. Так что вы намерены делать? Сопредседатель фракции АДГ в Бундестаге, Алис Вайдель, говорит следующее. Премьер-министр федеральной земли, был избран демократическим путем. А потом приходит канцлер и заявляет, что результаты выборов должны быть аннулированы. Что вы делать будете? Вы будете продолжать голосовать, пока вас не устроит результат? Мы должны оставаться реалистами. А реальность заключается в том, что у АДГ был кандидат, который в итоге получил ноль голосов в парламенте. То есть изначально это был фейковый кандидат, и ни одна другая партия не знала об этой подковерной игре АДГ. Так что они пытаются использовать демократическую процедуру, отдавая голоса своих избирателей не за собственного кандидата, а, например, за центриста. То есть вы стали объектом их игры? Дело в том, что мы должны быть осторожны. Намного осторожнее, чем раньше. Ведь АДГ не ведет себя как нормальный соперник. Они действуют как деструктивный элемент. А не является ли все это наследием Ангелы Меркель? За 15 лет на посту федерального канцлера она заставила свою партию заметно полеветь и освободила место для крайне правой АДГ. Сейчас они стали крупнейшей оппозиционной партией в Бундестаге. А в Тюрингии, как вы сами заметили, они играют роль серого кардинала. Они не являются крупнейшей оппозиционной партией. То есть они являются крупнейшей оппозиционной партией, но у них всего 90 мест. Не стоит это переоценивать. Во-вторых, это касается роли нашей партии, то есть мы находимся в центре, а Ангела Меркель уяснила для себя, что обычно в Германии левое большинство. И ее заслуга является то, что с 2005 года политика в Германии стала более центроориентированной с участием ХДС. Если бы не это, последние 10 или 15 лет мы были бы в оппозиции. Поэтому она развернула партию по направлению к центру. И да, вы правы, с другой стороны появилась партия правого толка. Но это произошло на фоне миграционных проблем и того, что люди в некоторых аграрных районах чувствуют себя забытыми. 54% жителей Германии считают, что скандал в Тюринге пошатнул их веру в демократию. И он пошатнул, потряс страну до самого основания. Реакция была мгновенной и яростной. Вы ведь не осознавали тот ущерб, который эта история может нанести? Представители ХДС в Тюринге взывали о помощи. Они обращались к вам уже несколько месяцев назад, еще в октябре. Я не хочу обвинять тюрингское отделение ХДС. Но они тоже сделали несколько серьезных ошибок. Во-первых, партийный лидер проиграл выборы, но остался на посту. И это было неправильно. Он не уступил место другим. Во-вторых, готовясь к предвыборной борьбе против Рамилова, он был... Из партии левых? Да, из левой партии. Ему не было известно о подковерной игре. Поэтому они все там были в определенном смысле слепы. Поэтому я считаю, что ХДС в Тюринге должен нести груз ответственности. Во-вторых, федеральный ХДС должен осознавать, что люди на востоке Германии не одобряют внешнего воздействия. Но если мы пытаемся воздействовать извне, здесь я поддерживаю Ангелу Меркель, мы должны объяснять, зачем мы это делаем. Мы не можем допустить, чтобы партия, которая оправдывает длившуюся 12 лет диктатуру национал-социалистов и называет этот период темным пятнышком в истории, дословно «птичка нагадила», что вот такая партия пытается подключиться к процессу руководства страной. Давайте поговорим о стратегии ваших отношений с этой партией прямо сейчас и о плодах этой стратегии. Ваша партия в Гамбурге в 2018-м постановила, что ХДС отказывается от коалиций и прочих форм сотрудничества как с партией левых, так и с правой партией АДГ. Как вы планируете следовать этому постановлению? В Тюринге, например, 54% избирателей проголосовали за партии левого или правого крыла, с которыми вы не хотите сотрудничать. Да, но большинство тоже может ошибаться. Это демократия. Это демократия? Это демократия, вы правы, но АДГ... Что вы скажете этим избирателям, что их голоса ничего не значат? Нет, но мы должны объяснить, чего на самом деле добивается АДГ. Что они на самом деле думают, куда ведут и кто ею управляет. И что это за партия, которая впитывает в себя фашистские силы внутри Германии. Что и Национал-демократическую партию, и Немецкий народный союз, все бывшие ультраправые партии перекочевали в АДГ. Хорошо. Я хотела бы поговорить о ваших планах поддержать общенациональный рейтинг ХДС, ведь он сейчас тоже падает. На данный момент он составляет 27%. В вашей партии есть немало крайне консервативных членов, например, входящих в так называемый союз ценностей. Вы выступили за его распуск. А не отдали ли вы таким образом голоса избирателей альтернативе для Германии? Не думаю. Я считаю, что если ХДС... Куда они пойдут? Вы надеетесь, что они образуют новую партию, еще одну крайне правую партию? Нет. Сторонники АДГ имеют несколько источников происхождения. Четверть — это те, кто раньше голосовал за ХДС. А половина — это те, кто воздерживался от голосования много лет, даже десятилетий. Оставшаяся часть — от социал-демократов и других партий, даже от партии левых на востоке в восточных федеральных землях. Так что это не сестра и не дочь ХДС. Это результат пренебрежения аграрными районами и нуждами людей в пяти новых германских землях. И в-третьих, мы должны осознавать, что АДГ — это партия с фашистскими корнями, но мы не должны винить в этом избирателей. Нам следует называть и стыдить защитников политики этой партии вроде Бьорна Хёке. И мы не можем сотрудничать с лидерами партии, которые придерживаются право-радикальных взглядов. Но ХДС должен оставаться на уровне республики в центре. И если мы повернем направо, если мы свернем направо, то потеряем центр и потеряем больше, чем мы можем приобрести, будучи в правом крыле. Приведу известную цитату Франца Йозефа Штрауса, премьера Баварии и бывшего кандидата на пост канцлера. Не должно быть ни одной демократической партии справа от Христианско-социального союза, которая входит в блок с ХДС, с которой вы вместе работаете. Вы больше не придерживаетесь этой позиции? Это больше не работает, потому что правый фланг занят фашистами. И мы не можем быть правее фашистов. Мы должны по-настоящему дистанцироваться от этой идеологии. Во-вторых, Штраус так и не стал канцлером, поэтому мы не должны повторять его ошибок. Если мы будем предлагать на пост канцлера кандидатов с правой позиции для консервативных избирателей, мы не выиграем. Мы будем создавать лидеров оппозиции, но не канцлеров. Мы будем создавать канцлеров только если мы будем в центре. Вот что, как считают немцы, будет происходить с вашей страной. 48% верят, что АДГ войдет в региональное или федеральное правительство в течение следующих 10 лет. 26% одобрили бы вхождение АДГ в региональное правительство. Так вы что, не контролируете ситуацию? Как вы вообще это допустили? Насколько я... Вы опытный журналист. Насколько вы знаете, с момента основания ФРГ у нас существует правое крыло и правоориентированная часть населения. До 25%. Это не менялось с 50-х годов. А сейчас люди выражаются намного прямолинейнее, чем в прошлом. Поэтому нам надо четко понимать, что из этой группы от 20 до 30% готовы проголосовать за крайне правые партии. И от 10 до 15% — откровенные фашисты. Поэтому нам нужно больше инвестировать в образование и разъяснения. А кроме того, мне кажется, крайне важным не допускать такие партии к процессу формирования правительства. Тут должна быть предельная четкость. Аннегрет Крамп Каренбауэр сейчас уходит с поста лидера партии и не будет баллотироваться в канцлера. Ее в качестве преемника выбрала как партия, так и сама Ангела Мерки. Это был плохой выбор? Я так не думаю. Но она приняла несколько неправильных решений. Лишь 21% избирателей довольны результатами ее работы. Это лишь на 6% больше, чем рейтинг сопредседателя фракции АДГ в Бундестаге Александра Гауланда. Это тоже. Тут тоже дело в постановке и формулировке вопроса. С другой стороны, она добилась того, что все уже почти забыли. Ей удалось примирить христианско-демократический союз с христианско-социальным союзом. И это ее важнейшая заслуга как партийного лидера. Сейчас она уходит и возник вакуум власти. Здесь, на Мюнхенской конференции по безопасности, мы понимаем, что мир во все возрастающей мире обращается к Германии и призывает ее взять на себя больше ответственности. Я бы хотела поговорить о послужном списке Германии на мировой арене. И давайте начнем с Сирии. 21 октября 2019-го министр обороны Аннегрет Крамп Каренбауэр выступила с инициативой о создании зоны безопасности в Сирии, схожей с тем, что вы предлагали несколько лет назад. Она внесла это предложение в НАТО несколькими днями позже. Какова его судьба? Какова его судьба? Его необходимо согласовать с другими инициативами и необходимо скоординировать все с другими партиями, а также внутри правительства. Глава вашего МИДа заявил, нам все говорили, что этот план нереалистичен. У людей в Сирии нет времени на теоретические дебаты. Так что же лучше для вас? Лучше иметь хороший план, который так и не был притворен в жизнь, или план, который действительно поможет людям? Плана, который поможет людям, до сих пор нет. И это связано с тем фактом, что Евросоюз не имеет количественного большинства голосов. Но необходимо и дальше действовать единым фронтом. А так это реальный барьер на пути общеевропейской способности действовать. И, к сожалению, он еще не преодолен. Но Аннегрет Крамп Каренбауэр высказала и на Мюнхенской конференции по безопасности множество предложений по преодолению этой ситуации. А господин Боррель, преемник госпожи Магерине, предельно ясно высказался в эти дни, что европейская способность действовать – пока пустые слова, и нам с этим нужно справиться. Ситуация тяжелая, и она уже у нашего порога. Наш министр внутренних дел заявил, что нам грозит второй 2015 год, если мы не поможем странам на границах ЕС решать проблему миграции. Три миллиона гражданских лиц в Идлибе находятся в зоне военной операции правительства. 600 тысяч уже были перемещены за период с декабря. Это и есть идея Аннегрет Крамп Каренбауэр о зоне безопасности. Нам нужен мандат ООН, и затем подготовиться... Идея и действия – это две разные вещи. Но это необходимый, крайне необходимый шаг, потому что если не заставить ООН действовать, то будет подорвано международное доверие к самой этой организации. И это вопрос дипломатических усилий, чтобы Китай или Россия не проголосовали против. Их необходимо уговорить, им необходимо что-то предложить взамен. Это вопрос переговоров. Нам нужно их вести. Надо постараться добиться надежной и безопасной зоны на севере Сирии и на западе Ирака для размещения беженцев под эгидой ООН и других партнеров. Потому что турки и русские полностью обошли вас, они все сделали сами. Да, и почему они сделали это? Потому что ЕС был не способен действовать, не было общего желания. Предложения ФРГ нужны потому, что именно Германия предотвратила участие европейцев в военной операции в Армурском проливе несколько месяцев назад. Поговорим о ваших отношениях с партнерами. Вы упоминали ООН и Евросоюз. Я бы хотела поговорить о НАТО. Все страны НАТО, включая Германию, в 2014-м вновь обязались увеличивать военные бюджеты и тратить 2% от ВВП к 2024-му. Вы знаете, какова сейчас эта цифра? Да, я очень хорошо знаю. В последнем отчете правительства? Чуть больше 1%. 1,5% к 2024-му году. Сейчас мы на отметке 1,2%. Как вы объясняете это своим партнерам? Наш блок христианских партий потребовал достижения этого показателя к концу установленного срока. Но наши партнеры по коалиции, социал-демократы, не захотели этого. Поэтому надо было искать компромисс. И он заключается в том, чтобы достичь этой цифры к 2025-му году. Но процент сам по себе ничего не говорит. Сумма составляет около 60 миллиардов евро. А примерно 5 лет назад она была 32 миллиарда евро. Так что к 2025-му году мы почти удвоим бюджет. А 2% означали бы 80 миллиардов евро. И кто должен воспринимать вас всерьез, если вы даже не можете выполнить свои обязательства в международном масштабе из-за ваших внутренних отношений между партиями в правящей коалиции? Кто будет воспринимать вас всерьез? Мы должны их успокоить, потому что мы предельно честны. Наш министр обороны, как и канцлер, взяли обязательство достичь полутора процентов к 2025-му году из-за договоренностей внутри коалиции, а к 2031-му году – 2%. Я, как рядовой депутат парламента, знаю, что это слишком долгий срок, это слишком поздно, но наши вооруженные силы пока не способны освоить большее количество денег, потому что еще не проведены до конца все необходимые изменения, все реформы. Реформы назрели, но еще не реализованы. А это требует... Это означает, что нам нужно еще время. Да и речь не только о цифрах. Нам нужно больше операционного взаимодействия и больше стандартизации. С их помощью мы сможем даже сэкономить деньги. В Евросоюзе насчитывается 32 армии, и все необходимо реформировать, чтобы они, по крайней мере, действовали по одинаковым процедурам и использовали примерно одно и то же оснащение. Давайте поподробнее поговорим о готовности армии на реагирование в рамках пункта о коллективной обороне НАТО. В Бундесвере есть омбудсмен. Он говорит следующее. Недостаточно оборудования, недостаточно персонала, слишком много бюрократии. Подводному флоту не хватает лопастей для винтов. Лишь четверть танков боеспособна. Пилоты Люфтваффе не могут налетать необходимое количество часов. Могут ли ваши союзники полагаться на вашу боеготовность? Что касается по поводу наших обязательств на Балканах, или в Афганистане, или в Африке, или в небе над Балтикой, мы выполнили все требования. Но остается еще реформирование ситуации в наших вооруженных силах. А ситуация там действительно ужасная. И омбудсмен, про которого вы упомянули, уже пять лет твердит об этом. Но посмотрите, какой путь мы проделали. Мы пацифистская страна. У нас было 20 лет с 90-го года. Вы пацифистская страна. Несмотря на стремление быть одним из лидеров на международной арене, когда дело касается вовлеченности в конфликты, в которых могут потребоваться военные держи и военные действия, вам не нужна дееспособная армия, или вы просто планируете отсидеться в стороне? Как бывший офицер, я видел армию дееспособной в начале 90-х и видел недееспособную армию на протяжении последних 25 лет. Мы многого смогли добиться, и вооруженные силы Бундесвер сейчас на правильном пути. Путь, однако, займет не менее 10 лет, потому что боевые подразделения были практически ликвидированы. Были практически ликвидированы запасы боеприпасов. С 2011 года, со времен войны в Ливии, мы эти запасы не пополняли. Так что посмотрите, какова была исходная ситуация. Нарратив был такой, что нас окружают партнеры и друзья, поэтому мы можем сфокусироваться на социальной защите. 8% всех трат на социальное обеспечение в мире приходится на Германию. 8%. В стране проживает всего 1% мирового населения, и на него выделяется 8% мировых социальных трат. Но мы не выполняли наших обязательств с 2014 года. Мы знаем, как добиться успеха, потому что после 1990 года мы их уже выполняли. Поэтому нам нужно вернуться к нашим прошлым обязательствам и начинаниям. Мы знаем, как это работает, но мы просто недостаточно для этого делаем. Давайте поговорим еще об одном проекте, который вызывает озабоченность с точки зрения безопасности. В Северном потоке-2. Его сильно критиковали в США и ЕС за то, что он повышает зависимость Германии от российского газа. Вы о нем высказывались так. Я скептически отношусь к Северному потоку-2, но Европе все же нужен российский газ. Более трети поставок газа в Германию идет из России, и это неоспоримый факт. Вы что, хотите усидеть на двух стульях? Во-первых, американцы должны успокоиться, потому что сами они продолжают импортировать миллионы баррелей. Миллионы баррелей российской нефти. Так что им следует успокоиться и взглянуть на другую сторону. Европейцам тоже следует успокоиться в открытом письме Меркель от 60 депутатов Бундестага разных фракций. Призыв. Выбирайте европейский путь, а не одиночный путь Германии. Выходит, ваше правительство допускает серьезный раскол среди стран ЕС? Два замечания. Я не защищал Северный поток-2 с 2012 года по прошлый год. Но из-за энергетического разворота Германии нам действительно нужен этот газопровод, потому что иначе мы не сможем обеспечить себя энергоносителями. То есть вы готовы продать России вашу энергетическую безопасность? Наша энергобезопасность на самом деле... Ошибка была совершена 15 лет назад, когда канцлер Шрёдер пошел на службу к России. И поэтому мы сделали все эти ошибки. Я говорю напрямую. Мы, политики, и я лично должны быть крайне осторожны, потому что мы все виноваты, что все называли Северный поток экономическим проектом. Это не экономический проект. Шрёдер, в силу своего положения, мог называть это экономическим проектом, но ведь он был чисто политическим. Сейчас нам из него уже не выйти. Но мы его одобрили еще и потому, чтобы постараться повлиять на Россию. Я не защищаю Северный поток-2 по экономическим причинам. Мне кажется, мы должны добиться энергетического разворота, но должны и повлиять на Россию. И сделать выбор тут совсем непросто. Окей, давайте поговорим о цифровой независимости. Есть опасения и на этот счет. Госсекретарь США Майк Помпео сказал здесь, на Мюнхенской конференции по безопасности, что Хуавей — это троянский конь китайской разведки. Но вы все равно не отстраняете компанию от тендеров на постройку сетей 5G в Германии. Почему? У нас есть несколько примеров. Например, Великобритания или Франция — они все в определенной мере опасаются потерять шансы на сотрудничество с Китаем. Не хочу быть ироничным, но возьмем немецкое слово «антенна». Так вот, антенны 5G, которые разработаны в Китае, производятся немецкой компанией RyanMittal. 100% компонентов антенн Хуавей сделаны на германском предприятии. Это интересная техническая деталь, но что насчет обвинений? Мы в парламенте добились изменения в правительственных документах по этому поводу. Мы добились того, что наше правительство должно будет пересмотреть некоторые свои позиции. И этого мы добились на прошлой неделе. Даже в отношении сильной оппозиции... Deutsche Telekom, ведущий телекоммуникационный провайдер в вашей стране, уже обсуждает с Хуавей поставки 70% оборудования для сетей 5G. То есть переговоры идут уже сейчас. Вы проводите свои обсуждения в парламенте, в то время как Deutsche Telekom ведет переговоры с Хуавей. Один из главных, крупнейших спонсоров Мюнфинской конференции по безопасности — это Хуавей. На съезде партии ХДС одним из самых посещаемых стендов был стенд Хуавей. То есть они стараются взять дружелюбие. Но, несмотря на это, мы должны проявлять осторожность по вопросам дигитализации и безопасности. Мы не должны дать себя обмануть в этих делах. Мы обозначили целый ряд проблем. Кто же тогда будет следующим канцлером? Кому предстоит решать все эти проблемы? Лашет, Мерц или Шпан? Произнесите одно имя. Гражданин Германии. Это уже два слова. Речь о том, кто будет править. Править. Это будет кто-то из ХДС, я полагаю. Это не будет кто-то из ХСС. Родерих Кизоветер, спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok